Самые ядовитые пауки в мире и крупнейшие анаконды, скрытные ягуары и бесстрашные выдры-переростки, кровожадные пираньи и электрические угри. В этом выпуске мы погрузимся в опасный животный мир Амазонки. Бушмейстер И начнем мы с самого крупного представителя ядовитых змей Южной Америки, семейства гадюковых. В длину эта ползучая может достигать 4 метров и весить при этом до 5 кило. Зубы бушмейстера тоже далеко не самые маленькие, достигают длины в 4 сантиметра, но, что удивительно, это даже не главное ее орудие. Основная сила, из-за которой бушмейстера стоит бояться, это его умение ждать. Всякий раз, когда змея высовывает свой язык, она умело собирает все возможные запахи с ближайших листьев и почвы. Язык передает полученную информацию на специальные органы, расположенные на небе, а оттуда данные поступают уже в мозг. Благодаря этому бушмейстер может искать врагов, которых он даже не видел. Кроме всего, этот способ охоты является довольно эффективным, ведь он почти не требует энергии. Да и вообще, эта змея не особо гонится за сытным обедом. В год ей достаточно делать всего 10-12 подобных перекусов. Даже не представляю, насколько трудно людям из этого видео было поймать бушмейстера, находившегося в засаде. Если в предыдущей истории змею довольно легко вытащили из укрытия, и более она не представляла опасности, монстр из этого видео оказался куда серьезнее. Это был скумбриевидный гидролик, или же паяра. Данная рыба считается довольно популярным объектом рыбалки. Многие пытают свою удачу в ее поимке, вот только удается это далеко не каждому. Не просто же так ее еще называют рыбой-вампиром. У паяры вместо зубов целых 15 сантиметров брутальности. Дошло даже до того, что матери природе пришлось изобретать особые карманы для зубов, чтобы челюсть могла нормально закрываться. Повезло, что паяра не горит желанием попробовать человечины, а питается вместо этого сплошной рыбой. А то, как мне кажется, она была бы даже опаснее пираньи. Скумбриевидный гидролик вырастает больше метра в длину и весит под 18 кило. Охотится же он обычно на рыб меньше его самого. Выслеживает их, подбирается поближе, да так, чтобы его не заметили, а потом всего за один молниеносный рывок подлетает вплотную и вонзает свои длиннющие зубы. За один укус паяра наносит колоссальный урон, лишая рыбу возможности сопротивляться. Ну и раз уж мы сравнили скумбриевидного гидролика с пираньями, то давайте узнаем побольше и про них. Итак, обыкновенная пиранья – один из самых популярных видов пираний с репутацией пресноводного хищника, представляющего опасность не только для рыб, но и для людей тоже. Скажу сразу, пираньи не нападают на нас просто ради интереса. Говорят, что они это делают чисто из соображений собственной безопасности, но вот незадача – как сделать так, чтобы рыба не ощущала дискомфорта? Хороший вопрос, на который нелегко дать точный ответ. Длина тела обыкновенной пираньи обычно составляет около 15 сантиметров, но встречаются и особи в три раза длиннее, при весе в 4 килограмма. Главной особенностью пираньи, разумеется, является ее огромная пасть с выступающими острыми зубами. Они имеют треугольную форму и длину порядка 4-5 миллиметров. Расположены зубы таким образом, что при смыкании челюсти верхние точно входят в пазы между нижними. Просвета почти не остается. Такая методика смыкания позволяет легко откусывать кусочки мяса и более плотные ткани, например, жилы или даже кости, от любого врага. Ветка или даже человеческий палец окажутся для нее такими же хрупкими, как соломинка. Несмотря на то, что пиранья с легкостью могла бы питаться почти кем угодно, она не ест сомиков рода Хопластернум, поскольку те оказываются для нее очень полезными. Они безбоязненно подплывают к пираньям и съедают с их кожи разных паразитов. А теперь я предлагаю взглянуть на другое, не менее ужасное существо, у которого хоть и нет таких же острых зубов, но в прожорливости оно точно не уступает. Это анаконда. Легендарная змея из подсемейства удавов, считающаяся самой массивной ползучей мировой фауной. Случаев поимки этой змеи довольно много, и вы сейчас наблюдаете один из них. Да, эта ползучая очень большая, но знали ли вы, что в истории описывались случаи поимки даже 11-метровых особей? При этом в литературе говорят и о каких-то космических 24-метровых змеях, но в это уже совсем непросто поверить. И главное теперь не пугайтесь, если бы люди и правда видели настолько крупных змей, мы бы об этом уже давно знали наверняка, ведь за информацию касательно рекордсменов положена приличная награда. Ну а пока в теме их поимки царит полная тишина. Наша гостья продолжает прятаться в джунглях, особенно в воде. Да, несмотря на то, что анаконда способна догнать врага и на суше, большую часть времени она проводит именно в воде, поскольку там ей гораздо проще передвигаться. Она тратит куда меньше сил и, соответственно, может меньше думать о пропитании. Также, несмотря на огромное количество пугающих историй об анакондах, эти змеи стараются не думать о нас, людях. Мы им совершенно неинтересны ни в каком из смыслов, если только не посягнем на чужую территорию. Ядовитых зубов у анаконды нет, зато их отсутствие компенсируется несколькими рядами мелких крючкообразных зубиков, обращенных внутрь. Если враг хоть немного потеряется, с его жизнью все будет кончено, ведь вылезти назад из схватки анаконды уже будет невозможно. Внутри змеи неудачливые жертвы могут перевариваться неделями, что избавляет ее от частых приемов пищи, а местных обитателей от страха за свою пятую точку. Размножаются же эти ползучие весной. Для привлечения противоположного пола самка оставляет на земле особый пахучий след, который является индикатором того, что она готова к продолжению рода. Желающих занять вакантное место отца большое количество, поэтому за него регулярно происходят бои. Говорят, что если в конечном итоге победить никому не удастся, самцы сплетутся с самкой сразу всей толпой. Электрический угарь Наш следующий гость выпуска далеко не такой же крупный, как анаконда, но в плане силы и опасности он змее точно ни капельки не уступает. Встречайте, электрический угарь! Один из самых изощренных хищников на планете. Для понимания, если у той же анаконды будет выбор, на кого напасть, на этого угря или, я не знаю, на ягуара, она с большей вероятностью выберет именно второй вариант. И почему это так, узнаете далее. Начнем с того, что вся сила этого создания, естественно, заключается в токе. Почти по всей длине тела угря имеются специальные клетки, в которых накапливается заряд. И стоит угрю почувствовать опасность, как они тут же его выплеснут, уничтожив все живое на своем пути. Как мы все прекрасно знаем, вода – идеальный проводник электричества. Таким образом, испуская ток под водой, угрь делает зону вокруг себя непригодной для жизни и выводит врагов из строя. Очень часто, когда угрь оглушает одну конкретную добычу, огребают и те, кто просто проплывали неподалеку. Однако, несмотря на возможности, электрические угри далеко не всегда действуют грубо и прямолинейно. Если высоковольтные разряды используются для охоты и самообороны, то с помощью низковольтных сигналов они, наоборот, первоклассно ориентируются в пространстве и находят добычу даже в самой мутной воде. Более того, говорят, что изначально ток угря использовался именно для этой цели. Это уже потом он научился применять его для самообороны или атаки. Посылая низковольтные электрические сигналы в темноту, угрь создает вокруг себя электрическое поле в радиусе до 4-5 метров. С его помощью рыба даже слышит, как быстро бьется сердце ее скорбного обеда. Кстати, ученые рассказывают, что эта особенность на самом деле имеет большое значение в обычной жизни угря. Электро из мира рыб посылает вокруг себя разряды и заставляет мышцы других существ непроизвольно сокращаться. Затем он улавливает эти движения, прокладывает к ним маршрут, прямо как по навигатору, и отправляется в гости. Затем пройдет всего пара минут, и в области живота у угря возникает приятная тяжесть, если вы понимаете о чем. А теперь я предлагаю поговорить о бразильской выдре. Согласитесь, это существо смотрится очень милым, добрым и нежным. Кажется, будто оно и мухи не обидит, но на самом деле все с точностью до наоборот. Эти млекопитающие семейства куньих обитают в тропических лесах бассейна Амазонки и без проблем могут слопать на обед ту же анаконду. Кажется, что при встрече с хищниками у них в голове что-то щелкает, и они трансформируются в агрессивных, опасных и сильных существ, которые не пощадят совершенно никого на своем пути. Да чего там, даже кровожадные пираньи разбегаются при виде речной королевы. Гигантская выдра вырастает до двух метров в длину, из которых 60-70 сантиметров приходится на хвост. Весит животное в пределах 25 килограмм. Живут бразильские выдры почти всегда целыми семьями. Это позволяет им чувствовать себя в большей безопасности, а также регулярно охотиться даже на кайманов. И да, выдры отлично плавают, а помогает им в этом особое устройство хвоста. Кстати, свой мощный хвост выдра часто используют в качестве оружия, чтобы оглушить рыб или змей. Слух и обоняние у бразильской выдры тоже на высоте. Хотя, если вода чистая, то речная королева скорее будет ориентироваться при помощи зрения. Ягуар Ягуар – третий по размеру в мире и самый крупный в новом свете представитель семейства кошачьих, который поражает всех своей ловкостью, силой и красотой. При длине около двух метров он может весить за 100 килограмм, а его челюсти настолько мощные, что ими он запросто прокосит даже черепаший панцирь. Не удивительно, что большинство других обитателей джунглей совершенно не горят желанием бросить ему вызов или даже попасться на глаза. Но если такое и происходит, у них будут все шансы улизнуть. За быстрой добычей Ягуар гоняется крайне редко. И не из-за того, что он боится ее не догнать, а просто из-за кошачьей лени. Вот только шанс сбежать у его врагов появляется далеко не всегда. Да, зачастую хитрая кошка показывается перед оппонентом тогда, когда предпринимать что-либо уже слишком поздно. И да, Ягуар – одиночный хищник. Продумывать план атаки или побега он может в одиночку. Сил на то, чтобы одолеть кого-либо у него тоже хватает с запасом. Так зачем охотиться с кем-то еще? Зачем делить добычу? Единственное, когда Ягуары встречаются со своими собратьями, это когда возникает необходимость в продолжении рода. Самка тщательно выбирает самца и отправляется с ним на медовый месяц. Как только дело будет сделано, самец покинет дамочку и позволит той сполна насладиться материнством. Но не стоит грустить, пройдет всего 100 дней, и мать перестанет быть одна, ведь у нее на свет появятся 2-4 детеныша. Изначально они слепые и вообще не готовы к жизни в диких условиях. Зато они ловко ко всему адаптируются. 6 недель новорожденные будут отдыхать вместе с мамой в логове, а потом отправятся навстречу своим первым приключениям и начнут перенимать жизненный опыт старших. Несмотря на то, что Ягуары – одни из опаснейших хищников континента, до зрелого возраста обычно доживает всего пара детенышей. Причем вы сейчас удивитесь, кто не дает им вырасти. Это не анаконда, не какие-то хищные птицы и даже не бразильская выдра, а самцы-ягуары. Для чего именно они это делают, ученые пока не поняли наверняка, но факт остается фактом. Гигантская скалопендра. Существо, о котором у нас сейчас пойдет речь, меньше ягуара, бразильской выдры, анаконды или кого-то еще из сегодняшнего выпуска. Но поверьте мне, одним своим методом охоты оно уже заслуживает особого внимания. Гигантская скалопендра – противнейшая многоножка, чьи размеры могут превышать 40 сантиметров. Ее тело состоит из более чем 20 сегментов, покрытых прочным экзоскелетом, и на каждом из них имеется пара желтых или оранжевых ножек с коготком. Но есть у нее и две пары ножек, которые отличаются от остальных. Первая превратилась в ногочелюсти с коготками, соединенными с ядовитыми железами. А вторая – в специальные волочащиеся большие ноги, которые помогают животному цепляться за комки почвы в земляных ходах. И вот мы плавно подошли к питанию гигантской скалопендры. Происходит оно следующим образом. Свою жертву многоножка хватает передними ногами, затем она вонзает в нее ядовитые ногочелюсти и приступает к пережевыванию. Под действием ферментов куски пищи довольно быстро перевариваются внутри ее организма. Несмотря на это, питается скалопендра медленно, никуда не торопится. В общем, делает все ровно так, как и подобает существу, наделенному ядом. Кстати, о яде. Он у нее хорошо сохраняется на холоде, но довольно быстро разрушается при нагревании. У человека их укусы вызывают местный отек и боль, продолжающиеся обычно один-два часа. Но даже несмотря на все это, у скалопендр есть свои враги. На них охотятся некоторые виды змей, птиц, а также кинкажу и опоссумы. Гигантские скалопендры особенно уязвимы, а поэтому и агрессивны. Бразильский странствующий паук. Так зовут еще одно относительно небольшое существо, которое выделяется своим агрессивным поведением и крайне опасными нейротоксинами. У здорового человека укус бразильского паука вызывает сильнейшую аллергическую реакцию, но при своевременном обращении к врачу страшных последствий можно избежать. Однако если у жертвы будет слабый иммунитет, то тут, увы, даже мгновенное противоядие вряд ли поможет. Своё название этот монстр получил в первую очередь из-за места, где он живет, но что означает странствующий? А это уточнение к нему отнесли за то, что он никогда не сидит на месте. К тому же он не плетет паутины, как все восьмилапые родственники. Особенно сильно паук почему-то облюбовал банановые плантации. За это его также прозвали банановым пауком. При этом фруктами он не питается, в его рацион входят насекомые, земноводные и рептилии. Но ящики с бананами, по мнению Членистоногова, являются прекрасным местом для дневного отдыха. Вместе с урожаем и начинается его путешествие. Пауки грузятся на корабли и отправляются в другие страны, дожидаются прибытия и разбегаются в разные стороны, открывая для себя новые горизонты. Если посмотреть на это со стороны, то здесь нет вообще ничего страшного. Ну разбегаются и разбегаются, что такого? Но паук ведь ядовитый, не забыли. Кроме того, часть его токсина вовсе считается еще неизученной и может преподнести такие сюрпризы, к которым современная медицина